Георгий Александрович, ну и помойка у тебя здесь. Ты, конечно, насобирал, я вообще просто балдею с тебя. Здравия Сергеевич, во многих наших сериях, когда мы что-то ултаймерское привозили в гараж или увозили из гаража, я обещал нашим подписчикам, что мы обязательно наведем порядок в гараже. И поскольку 2020 год, так сказать, все падает. Не очень такой был, я решил, знаете, переосмыслить. Вроде как бы обнуление. Нужно навести порядок, чтобы не превратиться, знаешь, вот этот старперческий сундук тысячи мелочей. Ну, слушай, ну у тебя тут очень много всякого добра, я смотрю. Да, да. А, это что такое? О, ни хера себе. Георгий Александрович, у тебя марок тут вообще. Только, если бы они были негашенные, было бы негашенные. Да, это немецкие марки, их очень много. Тут где-то есть даже этот самый, как вы знаете, как называется это, господи? Покорение Монблана, который Штирлицклеил, помнишь, на открытом? Нифига себе, это ты кому столько писем слал? Или тебе? Я не слал, просто в гараже лежала, очень давно лежала. Я не думаю, что это что-то стоит. Тебе стоит, Георгий Александрович, они стоят нормальных бабок на самом деле. Я не думал, что это да. Да это ты не думаешь. Я тоже думал, что это не так. У нас никак не развита тема с этим. Да, как не развита? Да не развита у нас тема с этим колесом. У меня кореш, блин, копатель, который в магазине работает, где вот это все продается за бешеные бабки. Прямее две женщины, по-среди нас покупали марки по 5000 рублей старинные. Марки, это бабло. В смысле, марки, это марки. Дочь марки. Тут всякие деньги испанские ставят. Смотри, бабки, смотри. Это бабулеса. Я такие собираю. Да? Да. Такие собираешь? Да, да, да. У меня целую кучу. А есть сок с Катерины? Доллары, да. Десять рублей, смотри, какие. А, это зайчики, да? Это уже деньги. Это не деньги. Вот это вот деньги. Вот это бабки? Вот это деньги. Ты думаешь, что это дохрена стоит? Я могу пробить. Сколько это? Не, 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 подожди, подожди. Это здесь, это, это положи в литературу. Что? Марки положи. Да они у тебя лежат в гараже. Ну, я домой заберу. Видишь, надо порядок наводить. Это печатная бумага. Смотри, щетка, тынь, тынь, тынь. Нет, положи. Пишем так. А что, она как-то работает неадекватно. Она не отводит. Советские значки. Целый пакет. Советские значки. Со всеми городами. Вот это в Советском Союзе процветало. А вы батенька? Литейная... Полюшкин? Да, да. Я тебе говорю. Знаешь, как я купил этот гараж? Нет. Очень поучительная история. Это было много-много-много лет назад. Нашим подписчикам наверняка будет интересно. В очередной раз гаражный кооператив, в котором тусил Георгий Саныч, подвергся нападению бульдозеров и очередного квартала. Мамби дальше. Очередного квартала. И мне нужно было срочно покупать гараж. Я, значит, нахожу объявление о продаже гаража. Без фотографий, без ничего. Звоню, значит, трубку берет бабушка. Божий одуванчик. Говорит, здравствуй, я говорю, здравствуй. Я бываю на гараж. Она говорит, ну хорошо, поехали посмотрим. Я только старенькая, мне тяжело, нет проблем. Я за вами заеду. Конечно. Я заезжаю за бабушкой. Бабушка выходит с подругой. Две таких божьих одуванчиков. Бабушки. Два. Значит, мы едем сюда. И параллельно они что-то живое обсуждают. Такая, та сучка, та сучка. Я думаю, ну что, дом два обсуждают. Ну, нет, это у них в крови, у бабушек все сучки. История в том, мы приезжаем, они мне говорят, вот гараж. Я говорю, отлично, дальше как в фильме, гараж давайте откроем. Говорит, у меня нет ключей. Я говорю, замечательно приехали. Я говорю, как быть-то? Говорит, ну я с председателем договорился, сейчас замок срежут. Значит, все действительно так и было, замок спилили, все, заходим. И тут, короче, какая-то, знаешь, чуть ли не химическая лаборатория. Видимо, дядька, который здесь тусил, он был химиком. Ну, столько всяких реактивов выкинул, страшное дело. И потом я понял, в чем суть. Жил-был мужик. Жил-был женщина, официально женатая. И он уже в возрасте был. И он, так сказать, со своей официальной женой от нее отпетлял. Но не развелся, жил с другой. Мужик, к сожалению, умер. И, значит, две женщины начали пилить его имущество. Законное и незаконное. Да, потому что... Гражданское. Да, гражданское. Потому что формально ключи, машина, которая у нее была, осталась, естественно, у новой, с которой он жил. Гражданское. Гражданское. А юридически все, естественно, законное. Ну, оно законное, я же говорю. Войне законное. Да, вот, короче, такая познавательная история. Я историю этого своего корюша... А вот эти все ништяки... Это все одето? Нет, послушайте, я, значит, вот эту историю своему корюшу рассказал. А он, пожалуй, говорит, вот когда ты сдохнешь, с тобой так же будет. Конечно, со всеми нами так будет. Это же женщины. Они нас переживут и все, наше попили. Блин, вот у меня, на самом деле, ну, прям вот... Короче, смысл в том, надо навести порядок, чтобы не превратиться реально... Вот это вот гараж тысячи мелочей. Все лишнее нахрен. Вон те болтики, шпунтики. Да, вот это вот... Везем донавты в автосферу. А, это в автосферу, да? Потому что у нас в автосфере регулярно проблемы со шпунтиками. И ты это знаешь. Да, да, да. Ну, тут очень много всего, я думаю. Это будет прям круги. Вот это вот все. Я больше не хочу заниматься этим в гараже. Потому что в свое время, когда я занимался праздниками, я в ресторанах бывал чаще, чем в гаражах. И поэтому это была моя отдушина. Ну, а вот отдушина у тебя здесь в виде двухколесных транспортов. Да, это были мои информационные спонсоры еще, когда были шоссеи на кольцевые гонки. Здесь вообще можно историю привести. А вот у тебя диски раньше тут приколоченные были вообще. Вообще четкие. Диски, 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 да. Слушай, я их уже все поотрывал. Да, ну вот эти всякие зимние приколы. О, так у тебя, смотри, прокладка есть. А что мы ее с собой не берем? Ну, она уже такая старенькая. Помнишь, было время? Во, да, я тебе говорю, да, про это, то, что, да. Он бок в аэде, ничего себе, какие вы серьезные. Илюшенька. Портупей. Донат. Это, Вася, оригинальный портупей, только он почему-то не кожаный. Ну, значит, не очень. Он должен быть, он должен быть с этим. Так, это мне поверится на нем? Какой? Это носить, братан. Это спортивки, одел портупей, одел все четкие. Радиатор. Медяха, да? С маскарада. Это с какого маскарада? С москвича. А, так, поговорите, что с москвича. Мы, на самом деле, очень редкие штуками заброшим. Да? Да. Ну, а вот с этими добром, что делать? Стартеры, генераторы. Слушай, мы сейчас все это разберем. И, как бы, мафаны отдельно, потому что мафаны, на самом деле, большая редкость. Любые ламеры, которые попадают к нам в руки, они обычно уже заколхоженные и затюнованные. А тут все D, D, C, U. Это же длинные, средние и у-у-у, как оковороченные. Да, мафаны отдельные, стекла отдельные, карбюраторы отдельные. Короче, надо гараж просто превратить в нормальные, человеческие, аккуратненькие склад, ултаймерские. Туда же, вон, перчатки есть. Драться можно, безопасно. Верюшенька, можно вас попросить, дать мне вот эту машинку? Дай машинку. Я уберу ее на антресольку. Вы спросите? Ее надо почистить. Да нормально, она тут еще столько лет будет. Она когда-нибудь будет. Да, она когда-нибудь обязательно пригодится для какого-нибудь интерьера. Ну? Ты видишь градусник? Это спиртометр? Нет, это какой спиртометр, это градусник. Куда ты его вставляешь, такой градусник? Может, это спиртометр? Василий, когда датчик температуры врет дрыгателя, пхаешь в радиатор до 100 градусов и смотришь. А, вот оно что. Я-то на спиртометр так похож. Я просто пару раз видел спиртометр. Нет, спиртометр выглядит по-другому абсолютно. Нифига, у тебя какие тут есть эти шевлобушки всякие. О, ты посмотри, я знаю, что это такое. Это же штанги с гидрокомпенсаторами. Да, мне пригодились. Да. Не пригодились. Да, но вещь, конечно, кривая. Поворотничек, намотик никому не нужен старый? Никому. Ты, конечно, никому. О, у тебя тут куча всяких холтаймерских штук. Ты дворников сколько. Щетки отдельно, фары отдельно. Так это ты тырил дворники. Вот это вот время, да? Когда ты это посмотришь. Я вот такое количество дворников. Такое ощущение. Конечно, ты был молот, молот и горяч. Быстро же бегал. Дворник снял. О, у кого сверло. Да, хорошее. Да почему ты, на что? Чопперы. Чопперские поворотники. А что ты их выкидываешь? Я тут увидел у меня чоппер. А? Что ты их выкидываешь? Ты завязал. Ты завязал. Какой ты? Смотри. О, завязание фонарик. О, четкий. Вообще красавчик. Это копеечный. Это копеечный, если не надо поворотник. Да, но тут их тихот много. Течь. Начало. А, да, да, да. А это, кстати, охренитивая штука. Это советский набор для стаканом ремонта колес. Сейчас, подожди. Сейчас, тапанчик. О. Смотри, грибок. Фокус. Что ты знаешь про этот грибок? Это грибок для прокола шины. Его изнутри вставляют на себя. Какой он? В смысле, какой он? Он грибовидный. Что глупости говоришь? Видно же. Слушайте, надо Аркадию подарить. Да, надо Аркадию подарить. Как прикольная такая советская штука. Это замочки всякие. Тут это какие-то сексуальные, видимо, утихие были. Георгий Александрович. Не будем их трогать. Ну, мало ли. Еще пригодятся. Сцепление, посмотри, это что, картоновое? Это на Волгу, Орига. Это картон? Это на Волгу, Орига. Это Орига, это советское сцепление на Волгу. Ты глянь на олень, какой интересный. Да, на Волгу. В чем-то непонятном. Это олень с первой серии. Ты хочешь сказать, что он по заводу такой был? Да, это большая культурная ценность. Валяется в кучу. Леша. Ну, что ты так? Я на Крютеху поставлю. Что, ну, вот это вот что? Это имеет ценность вообще какую-то? Подможно. То есть, церкальце такое. Ну, что вы там шакалите? Мы, да, не, в общем, мы просто культурную ценность перебираем. Вот что такое новое? Ну, непонятно, от чего. Вот это, по-моему, копейка должна быть. Да что ты, не падай. По-моему, не упадешь. Я не понял, что это. Это замки? Какие это замки? А, это дворники. Все, я понял. Нет, это не копейки, но это тоже, по-моему, Волгуски. Волгуски? Надо собирать полтаймерские. Смотри. Ну. Ленинград. Это вам не сейчас. Причем эти клопики, смотри, они еще пластиковые. Ты их поизгибай. Поизгибай. Ты понял? Ты понял, сколько им лет? Ты понял, они еще гнутся. Ну, да, те обычно. Вот так вот. Ну, да, да. Руль. А это новый руль или какой-то ты? Нет, нет, это уже просто новодел. О, я, кстати, знаешь, какую Волгу видел? Знаешь, какую? Да. За 7 миллионов. Ты вообще просто попутаешь. Там такой вообще тюнинг максимальный. Вот это вот. А, это 2,4. Да? Да. А, это 2,4. Больше всего вот эта могильничка. Нет, нет, не могильничка. Ну, откройте, это новая запчасти. Надо, короче, все, что на таз, надо положить сюда. Вот, как ты думаешь, это же регулятор. Нет. Стартер. О, секретка. Да. Нифига себе. Вот это тоже прикольная штука. Возьми себе вахар. О, смотри, четко работает. Восьму. Возьму, возьму. Дают, бери, бьют, беги. Так, Волговская карпа. РР24Г. Регулятор. Да, регулятор. Реле-регулятор, но он не настолько, как бы он редкий. А, во. Кстати, могу тебе сдонатить. Это Волговский карп новый. С фланцем под таз. Если его поставить на Вахо, Вахо будет... Чего-то, серьезно? Конечно. В смысле, это под... В виде Жиговский фланец. Вижу. Соликсовский. Вижу. Все, поставишь его на Вахо, будет переть, как сумасшедший. Ха, серьезно, что ли? Блин, надо будет к дрифтеру съездить. Он же это все может вообще в моменте настроить, да? А, это тоже. Это тоже под Жигу? Да, да, да. Да? А в нем в чем прикол? Ну, он просто другой карбюратор. Это какой, господи, дай его в памяти-то. Сделано в Советском Союзе. К-126. К-126. Видимо, хороший. А этот К-151. Да, это уже более современный. А ему вот здесь вот зачем? Вот что ему вот сюда подавать? Вот видишь? Да, да, да. Это электромагнитный клапан. Электромагнитный клапан. Вон, Илюша, ты видал, он уже чуть-четко забирает. Это надо будет установить. Надо будет к дрифтеру съездить, на самом деле, перед зимой пошерудить Ваха, чтобы... Еще один К-126. Косовый. Они же есть прям какие-то вообще уникальные в каком-то... Я не помню, правда, точно какой. Вот там, да? Вот он там лежит. Боже мой, сколько... И это все виды, они раскладывают... Волк. Советский распред. Да. На Жигу. Он простой, видишь? На Жигу? Да, это Жиговский. Что ты раздаешь, что ли? Ты же крутишь строитель. Вот, распред на таз. Я, если честно, никогда распредвал не видел. Я же никогда восьмиклапан. Я просто мотор менял, а никогда ничего не гавал его. Так, это что такое? Это... А, это... Ну, ты понял, что это? Нет. А, это значочек газ. Волга там сидела. Ну, точно. Вот делайте выводы вот сами. Ну, просто вот посмотрите на это количество дворников. Многие просто из этих щеток к нашим ултаймерам не подходили. Поэтому я брал еще, еще, искал, искал. Шалу, 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 не у тебя, ручонки. Тест на ултаймерство откуда? Газ, победа. У тебя есть еще два варианта. Ну, М20 это же победа. Где ты видишь М20? Нет, я вообще спрашиваю тебя. Да, М20 это победа. Так, Волга первая серия. Нет. Газ. Зил. Нет. Что, откуда это? Я не понимаю. Подожди, оно большое. Волга вторая серия. Ты, конечно, вообще по серии меня решила погонять. Конечно, это уже, это ултаймерский начать. Ну, еще один. Реле-регулятор 350. Надо ставить. Реле, реле, реле. Кабулятор, комбиратор. Все дублируется, понимаете? У советских людей все должно быть задублировано. А это что? Ух ты. Рокеры. Рокера тоже классические. Вот это вещь. Вещь? Вещь. Советские. Это же металл. А там написано 2, 21, 01. Да, да, да. Классический Рокера советского. Прикольное, что положить. Так, это все. Это вжили коробку. Вот он, редкий К-129. В чем его редкое заключается? Потому что мы с ним и еб... Это да. В свое время, да, еще на ласточке полковника. Столько сексу было с карбюраторами. Это, кстати, с тех времен еще на карбюраторе. И тут всякие ништяки. Свеч советские. И всякие прокладки, фигатки. Свечи реально советские. Новые советские свечи. Новые советские свечи. Отдай культурную ценность. А там же... А, туда кладется и закручивается, да, эта штучка была? Что это такое? Это 1000 рейхсмарк. Каких рейхсмарк? Ну смотри, рейхсбанкнот. Рейхсмарк. Это не значит, что это рейхсмарк. А что с другой стороны написано? Что написано? Тысяча. И что? Видишь? И? Немецкий этот. А какой год? Господа? Берлин. 1910 рейхсмарк, какие рейхсмаркеры? Подожди. Ну что? В смысле, 1910 рейхсмарк это именно то и есть. А помимо прочего, стеклышки. Все сделано в СССР. Нравится. Отлично. Тачки на 2, на 3 хватит еще алтаймерские. Надо все пупыльку замотать. Давай посмотрим, какие еще тут есть. 21 апреля 1910 года. Ну это может основание банка? Может быть. Что вот такие еще тут есть? Ну это польские. Это польские. Это зайчики. Это вообще не деньги. Куненти, Интис, банка Централа Резерва. Это Перу. Перу, перу. Ой, смотри, какой человек. Господа, я знаете, что подумал? Что? Знаете, что подумал? Может быть, среди наших подписчиков есть вот эти люди, которые не нумизматы и филателисты. Вот еще немецкие. Дейдж, банк, нот. 5 тысяч. 5 тысяч. Я продолжу. Может быть, среди наших подписчиков есть люди, которые в этом разбираются. Вдруг у Георгия Саныча получится погасить ипотеку? Это маловероятно, но теоретически вполне возможно. Даже здесь у нас целый пакет незагашенных немецких марок. Я по-прежнему говорю, что я там как-то находил Монблан. Знаешь, который Штирлиц клеил? Угу. Нет. Я не знаю, какие Штирлиц клеил. Покорение Монблана. Ёпта. А, круто. Посмотри, посмотри. Посмотри, посмотри, посмотри. Еще марок. Еще марок. Еще марок. Еще марки. Рексбанкнот. За что? Я на фонаре алтаймерский замотать. Кто еще пупыльку видел? А, вот пупыльку. Пупылька был. Дом Дженуар 1923. Они должны быть как-то на свет. Непонятно, как-то. Как-то на свет. Давай посмотрим на свет, что они. И это тоже рейх. Непонятно, они как будто не знаю, они настоящие. Да как они не знают? Ну, я не знаю, должны быть какие-то водяные знаки, еще что-то. Да как, а это что? Вот водяные знаки. Где? Посмотри. Это что тебе? Это какая-то размок. Тут тоже ничего не знаю. Свод водяные знаки, это печать старинная. Старинная, обещай старинная. Какие старые деньги. Ты не сейчас что-то там рисуем, там всех кого не попали. А сейчас там могут все что угодно нарисовать. Не деньги деньгами не являются, а это были деньги. А это были деньги. Хильда. Хильда. Динара, 100 тысяч динаров. Народная банка Югославская, Народно-Банканская, Народно-Банка Люгославадарь. Народная югославка. Народная банка Югославка, женщина четкая там. Белград. Белград. Добрый вечер. Добрый обед. Добрый обед. Да. Кто хочет жить роскошно, тысяча этих. Опять реку, где он этих немецких денег набрал? О, 2020, современные. О, 2020, смотри, год 2020, все, но мы можем сейчас заплатить, кому хочешь. Ты видел? 2020, все. Тысяча лет прошло. Видишь, вот 2020. Настоящая рейхсмарка, да? Да, 2020. Все, мы попали ровно в год. Доллары пошли. О, я же говорю, баксы, баксы, где баксы? Баксы, они всегда баксами будут, они всегда, они всегда будут эти, валютой. Да? Да, они даже 91, кстати, там есть какой-то год у них, по которому ты типа можешь, там вообще они стоят космических денег. Здесь типа доллар, но... Ну вот такими деньгами я даже пользовался. Это что? Это сумма. Это кто? Откуда? Бэк. А, бэк. Суммы. Суммы. Понимаешь? Это же суммы настоящие. Тысяча. А сколько это типа в рублях? Блин, это старые деньги. Ну, типа было. Слушай, я уже не помню, честно говоря. Ну, много, мало? Тысяча сумм. В девяносто шестом году это было не очень много. Не очень много, да? Вон, тогда к доллару положим. Нужно обязательно поставить вот этот карбюратор и вообще полетит корч. Ох ты ж, е-мое. Слушай, здесь еще один таз. Да. Ху, таз в диване. Ну, нормально, че ты, ну, четко, смотри. У тебя, оказывается, фара была. Да, тебе нужна фара? Так я как-то бил уже ее. Печка. Печка, печка, печка не нужна. Печка, приборка. Ой, смотри, какой тут хороший вентилятор, оказывается. Это в печке такой вентилятор? Да. Да? Я думал, он гораздо хуже. О-о-о-о. А тебе сцепление подъехало? Только без диска, да? Нет, диска нет. Диска нет. О, ты на этом гонял, да? Не знаю. Не думаю. Слишком уж она простая. Тоже берем, берем, все, берем, все, берем, все, берем. Там фишка в том, что надо выкинуть этот самый какого-то. Так. Кого выкинуть? Диван надо выкинуть. Че это? Ну, зачем он здесь нужен? А вот это четверка? Нет, это семерка. Семерка? А, да, это семерка. Нет, семерка нам не подходит. Что это? О, это же этот. То, чего у меня нет. Это еще и советский какой-то. Советский, да. Ну, серьезный какой-то. На, брат. Все для тебя. Все работает. Все. Так. Стой, стой, стой. Стою, стою, стою. Он, надо его налево. Налево? Вот так, да, чтобы он не открылся. Какие вы. Молодцы. Опа. Опа. Так. Я тут. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Независимый эксперт сделек. Все, все. Вынесен. Минус класса устава у режиссера. Какой ты это, хиленький. Я не хиленький. Бросил, прям отдал. Как у вас? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну, очень интересно. Достойненько. Да-да-да, вот это особенно мне вот этот утром приглянулось. Какая-то она странная, я таких никогда в жизни не видел. Чтобы это было как целая картинка, но вырываешь серединку, лепишь и отсылаешь письмо. Огонь. Очень интересный. Занимайтесь, занимайтесь. Да-да-да. Возьмитесь, орудие производства. Так стало лучше. Свободнее. Да, определенное. А что это за карта? А это я когда мотоцикл из Японии заказывал. Кстати, вот бирка даже. Ну, японская бирка. Ну, поскольку она отрывалась. Японская. Все, обнуление. Хватит. А нифига себе, ты даже карту. Вообще, все, хватит, 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 хватит. Ну, это же мотоцикл. Помнишь такую, Илюш? Я такую помню. 10 рублей. Ну, да, конечно. До свидания. Так, еще, еще. Все, чистый, красивый склад. Хватит вообще этого срача, хватит. Всем тебе знак не понравился, я не понимаю. Надо навести порядок. В голове, в гараже, везде надо навести порядок. Ну, что, Илюш? Боин тут есть, по-моему, доволен. Ты как опытный филателлист. 40 лет, короче, социалистическая октябрьская революция, но она, опять же, немецкая. Почему они это как-то... Ты ГДРовской, скорее всего. Да, скорее всего, поэтому. Думаешь, не ФРГ, ГДРовская, девочка, Дима К... А, да? Да, да, да. Все правильно. Да, да. Все, ГДР. ГДРовской марки. О! Ну, тут, кстати, какой-то Синь Цзинь Пинь. Да, это неинтересно, тут прикольные, наверное. Да, такие ништяковые, ништяковые. Можно на барахолку сходить, вот так же разложить, и к тебе будут интересные тряски приходят. С 65-го года. Прям, причем, их несколько штук, одни и те же, с видами спорта. Что на 65-м году было? У нас в 65-м году, но не Олимпиада. Спартакеада. А, Спартакеада, да. Написано Спартакеада? Ну, да, но не Олимпиада, Олимпиада 80-го. Покорение космоса. Угу. С 66-го года. Окей. О-о-о, я даже знаю, откуда они, с Волги. 21-й. Да. Да. Не пригодились. Да. Слушай, надо оставить, на самом деле. Надо оставить. Они, знаешь, такие, у входа можно положить. Да, да, это самодельные ковры. Да, 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 типа Велком. Велкомен. Велкомен. Врачи его. Да. Ну, это так великое, но самое главное, я думаю, все-таки в том, вот, это все росыпи, она не важная. Я не думаю, что росыпи держали бы какие-то очень важные марки. Ну, хотя, фиг его знает. Ну, да. Может, просто руки не дошли у кого-то. Надо сходить, короче, к специалистам. Обязательно. Да, специалисты любят. Как ты, Илюш, ты возбудился, да? Блин, это может стоить денег. Ну, я не думаю. Почему нет? Может. По-прежнему, если... Вот, смотри, с бобром. Вот что, ты денег не дал за бобром? Я отдал. Подавляющее большинство уехало на антресоле, но оно структурировано. Слово этого не побоюсь. Это все в автосферу. Болтики, шкурки. Болтики. Да, да. Тут тоже болтики, шкурки. Как себе. Всякие разные. Я, честно говоря, думаю, надо, Илюш, еще полы поднять. Это бывает, иногда заливает по весне. Ну, надеюсь, не сейчас? Нет. Ну, что, с отца нормально. А когда? 750. Не сейчас. Не, слава богу. Не сейчас. Господи, наконец-то порядок наступает. Кстати, огромное спасибо подписчикам из Москвы за то, что задаватели Георгия Александровичу колеса. Колеса Орига, но колеса на Эмельку у них вылет другой, они 19-й. Но все равно большое человеческое спасибо. На случай войны пригодится. Как говорится, все сбудется, стоит только расхотеть. Как раз мы сделали колеса и на следующий день прислали 19-е. У нас теперь колес. Не жалко тебе вот от этого всего так? Я устал от болтиков, шпунтиков и прочего. А что, прикольно сидишь. Сейчас вся надежда на Илюшу. Я в доле. В случае чего. Реализация кода. С 30 на 30. Ну, это мы обсудим. Смотри, какой дядька. Я тут, я говорю, немного очень прикольных. Ну, вот эти вот особенно мне прям интересуются. Какие они какие-то провайерские. Вот это какой-то больный. Очень шикарный. Носите донаты для Алексея Михайловича. Все. Все, все, брат, все. Что ты сразу наезжаешь-то, а? Нормально, что общаешь, что ты? Осталось диван выкинуть. Да. Так вам. Я не могу. А я не хочу. Все пойдем. У меня тоже особого желания нет, но порядок, обнуление, ипотека, выплаты ипотеки. Ты когда буду переезжать, приедешь ко мне на помощь? Конечно. Конечно, брат. А мне нельзя. Конечно, приеду. Время донатов. В смысле? Куча говна. У тебя совесть есть? Это этим всем ковырялись мотоциклы, автомобили. Это все болтики со схронных кружков только на полторы тысячи. Тут кружков вам, блин, бесплатных, смотри. Гудочек немецкий с разъемом. Ты как такое видел в последний раз? Смотри. Смазушка. Смазка. Шприц. Немецкий гудочек. БМВ-чет, наверняка. Возможно. А БМВ что? БМВ замечательная тачка. Вот, тут риску для всего. Куча замечательная тачка. Так, бабушка, слушай, ты что, на, бери. Да вы, по-моему, очень много едите. Руки заняты, извините. Ты понял, да? Бывает. Надо Михалычу идти жаловаться. Да, пойдем. А где Святой Алексей? Святой Алексей у себя. В кабинете? Да. Вообще, да. Из добрых побуждений взяли и отчморили. Туда, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Михалыч. Слушайте, мы у нас не куча донатов, а бабушка не хочет, блядь. Немножко не настроение. О, все, валим, разбалим, сейчас получим. Сейчас получим. Понял, да? Да. Пойдем, 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 смотри. Все, пойдем, пойдем, будешь серьезно. Не, 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 сейчас. Такая ситуация. Давай просто выгрузим все и все. Так давай, что ты, что ты одну схватил, там мог бы две взять. Ну возьми еще что-то. Ну ты такой вообще, брат, на халяву решил все. Так. Ну а так как я снимаю, у меня только, нет, одна рука. Поэтому возьму вот это. Вот так. Нужная вещь. Вот, у меня одна рука, все. Спасибо. Ты что, в две руки, то, что я в одной нес, опять ты халявишь. Хватит халявить. Илюша, бери коробку. Коробоньку. Алексей Михайлович, тут смотри, смазушки вам, донаты в тут, кружки. Все, мы много, мы все, болтиков, гаечек. Болтиков, гаечек, смазочек, шприцок, фонарик. Да, набор инструмента, я смотрел. Да, 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 да. Тоже тебе будет. Но потом. Но потом. Но потом. Пока вы узнаете. Но это не точно, да? Ну, вообще, что это? Что это? Из добрых побуждений мне. Что случилось? Что не то? Кого наказали? Бабушка говорит, что вы привезли за кучу говна. Ну. Так на то она и бабушка ворчливая. Маска. Смотри. Вон. Не надо. Надо отгружать. Да. Мы марк нашли в гаражах, представляешь? Я думал, он ничего не стоит. Илюша говорит, стоит состояние. Есть шанс мне ипотеку отдать. Марками? Я бы марками тоже сдал. Каждого ближе. Это под язык, который? Нет, это который на конверте. А, это те, которые надо спереди погладить. А, чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать. Да, да, да. Это, хонда. Марки под язык. Наверное, не знаю. Ты что, мелишь ты, господи. Ну что, выгружаем, короче. Да. Ну возьми ты как начальник-то, болтики, ты ядрит, мадрит. Болтики, гаечки разносортные, все, что хочешь. Лично говорят, болтиков нет, болтиков нет. Илюша, можешь тебя попросить? Да, спасибо, друг. А, у меня руки заняты, поэтому нет. Все в кабинет. В кабинет относите. Личная выдача. А я такой. Не трогай. Переберет. Кстати, пулик. Я вот этим пуликом, между прочим, украшил 123-й Мерседес. Дай. Дай посмотреть. Зная то, что ты не маляр, 123-й стопудово был покрашен так себе. Самый дешманский. Он его купил за 350 рублей. Думаю, я тебе говорю, да. И он замороженный стопудов. Конечно, ему тысячи лет. Я имею в виду, там его не помыли, все грязное. Не, мыли, мыли, мыли. Так он 350 рублей стоит. Мылом, да, мыли. Я вижу, да. Видишь, да. Это мыло. Это мыло. Это мыло засохло. Алексей Михайлович, чтоб ты подобрел, вот тебе вот такую марочку отдадим. Злого человека? Злого человека, да. Ну, невозможно, просто пришли в кабинет тебе такой злой. Похож. Похож, похоже. Одно лицо. Смотрите, мы на самом деле сейчас все это посмотрели более внимательно. Илюша возбудился еще больше, когда увидел Олимпиаду в Мехико из 70-х. Вот они. На самом деле очень много негашенных марок. Мы по-прежнему не знаем, что это, ничего не мутили или нет. Так или иначе оно нарисовалось. Поэтому если среди наших подписчиков есть нумизматы... Да что ты? Нормально. Ты прикинь, а на 150 евро сейчас стоит. Отправят меня, значит, куда следует, по марке. Сейчас штемпель поставим. Ну. Туда не надо. Всемиры добра и удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно комментируйте. Атмос автомобильных дорог СССР заберу. Да, блядь, да что вы... Все. Отправляем. Отправляем. Всем пока, всем. Вы же как дети. Как дети, как дети. Мы и есть большие дети. Ладно, мы. Раз, два, три. Биба, Боба и еще кто-то. А ты-то, Рэй, руководитель. Он во главе всей нашей шайки. Банда за мной. Алексей Михайлович коробочку там с ручками вот этим, подножками. Все-таки упер, упер к себе в кабинет. На дачу. Подобрел. Святой Алексей, с вас кофе. Хорошо. Оп. Мы знаем Алексея Михайловича. Святой человек. Марка что делает. Да, да.